О чем хотелось бы поговорить, так это о новом векторе политики по ПРС, пару слов о своей гипотезе и на самом деле для начала о причинах того, почему перешли, переходят на новую политику. На мой взгляд, озвученное мнение ПРС это то, что у нас ловушка ликвидности, хоть это понятие и не проговорено было Пауэллом и членами ПРС, тем не менее так и есть, низкая ставка уже не стимулирует темп роста ВВП. Ну и также есть у нас опыт ЕС и Японии, на самом деле он печальный и поэтому Америка не хочет идти этим путем. Ну и есть еще такая, на мой взгляд, скрытая причина, это то, что у нас накачали ликвидностью финрынки, да, и эти деньги не выходят за пределы финсистемы. Это видно по показателям избыточной резервы, по счетчету казначейства и по фондам, инвестирующим в денежный рынок. То есть деньги остаются в рынке и не востребована экономика. Для этого надо расширить экономику для того, чтобы деньги шли на пользу экономического роста и благо состояния американцев. Вот эти две причины базовые, да, что меняется во главу угла ставят рынок труда, понятное дело, что его расширение не может быть без расширения производства товаров и услуг, то есть без расширения экономики. Но что любопытно, что ранее есть такое понятие, как полная занятость, ранее она была на уровне 5%, сейчас она на уровне 4%. То есть надо теперь следить за этой метрикой, именно если мы будем ниже 4%. То есть это будет означать, что экономика перегрета и надо вступать в ФРС с ужесточением в денежно-гредиентной политике. Вот, ну и, собственно, в преамбуле это все. Теперь давайте посмотрим, что мы имеем по моделям, да. То есть, на мой взгляд, нужно прогнозировать, если мы ищем те риски, которые для внедрения этой политики, то, на мой взгляд, их два, да, это долг в целом, да, то есть его темп роста и инфляция. Но поскольку мы видим, да, что у нас идет переход к экономике предложения, на мой взгляд, да, то есть это когда расширяется рынок труда и производство, когда это стимулируется, да, то нужно обязательно подходить к прогнозированию инфляции через инфляцию предложения, да, то есть по сути это так или иначе рост цен, но просто меняется подход в прогнозировании в самом. Теперь вот непосредственно у нас, непосредственно у нас сам прогноз, это по инфляции, то есть что будет толкать производителей повышать цен, да, то есть, конечно же, если у нас темпы роста зарплат ниже, чем темпы, выше, чем темпы роста производительности труда, я взял годовые темпы роста, да, то это будет означать, что издержки производителей будут расти, и они будут перекладываться, конечно же, на потребителя, то есть производители будут повышать цены на свои товары и услуги. Это важно. И вот на самом деле синяя линия, это и есть, это модель, то есть здесь годовые темпы роста и сдержек, то есть зарплат, минус годовые темпы производительности труда. Это синяя линия, и рыжая это у нас CPI, да, только годовой CPI обычный. На самом деле корреляция, как для макроэкономических показателей, сильная, то есть у нас 0,8 корреляция и коэффициент детерминации 0,65. То есть, по сути, мы видим связь, да, то есть при росте показать, то есть при росте издержек, да, то есть на зарплаты относительно темпов годовых производительности у нас начинается рост инфляции. Почему? Потому что производители перекладывают свои издержки на потребителя. Вот такая вот прогнозная модель, да, то есть я просто взял, это экстраполяция, да, то есть я взял, продлил среднее значение и получил такие данные. Понятно, что это грубо, конечно же, но... Нет, ну, здесь, да, тут я согласен, Жень, тут смысл в чем? В том, что всплеск инфляции, он в любом случае не минуем, да, здесь есть еще несколько монетарных факторов, да, о которых вы не сказали, но вы о них тоже прекрасно знаете. Мы имеем резкий рост денежной массы в Соединенных Штатах, который исчисляется двузначными цифрами с одной стороны, а с другой стороны мы, безусловно, еще имеем и падение скорости оборачиваемости денег. И это, собственно, падение скорости оборачиваемости денег вместе с тем, что деньги не идут в экономику, а идут на финансовые рынки, собственно, это и обуславливало низкую инфляцию последних времен. Ну, понятно, вместе с, опять-таки, определенной подтасовкой, да, что называется, в расчете этой самой инфляции. Мы видим, например, да, там, и по России в том числе. Вот, то есть меняются там веса определенных категорий товаров, да, уменьшаются те, которые там показывают какую-то значительную динамику растущую, и, соответственно, увеличиваются там те категории товаров, которые, напротив, да, либо цене не изменяются, либо немного, что называется, меняются в цене. Но есть еще такой достаточно важный момент. То, что вы говорите о переходе, да, что называется, к экономике предложения, здесь очень-очень большой вопрос. Ну, во-первых, да, что у нас сейчас пока что анонсировал Федрезерв? Федрезерв, по сути, сказал, что они будут сдерживать динамику коротких процентных ставок, да, то есть ставок по векселям и по коротким облигациям, ну, скорее всего, это деньги там, включая двух-трехлетние бумаги, и будут там отпускать куда угодно там, да, в космос процентные ставки клиентов. То есть примерно такую же историю они проделали в начале 2010-х годов, когда они удерживали ставки по трехмесячным векселям на уровне трех десяток процента, когда вы наставки по трехлетним облигациям были на уровне трех процентов, да, то есть разница в 10 раз. И что они говорили? Бернанке говорил, что мы будем удерживать низкую процентную ставку очень и очень непродолжительный период времени, не знаем, насколько долго. Соответственно, что в результате получалось? Они давали крупным участникам рынка занять деньги под 0,3, гарантируя, что они через три месяца, а потом еще раз через три месяца и так далее под те же 0,3 железобетонно рефинансируются и размещались под 3%. То есть совершенно фантастическая цифра. Это, собственно, и есть тот самый контроль над кривой доходности, о котором многие кричат и говорят о том, что эта история, она будет и дальше толкать финансовые рынки наверх. Совсем нет. Потому что сейчас они просто показали, что, мол, ребята, если в случае начнется следующий кризис, и долговой рынок вновь попытается уйти в инверсию, как это было год назад, и что совершенно четко, как и всегда, предсказало без всяких, естественно, коронавирусов, то, что американская и мировая экономика оставались в рецессии. Поэтому, да, это было совершенно понятно. И когда случился вирус, я сразу говорил, что к вирусу проблемы экономические вообще никакого отношения не имеют. Это просто один из триггеров. Соответственно, что они, то есть такое контроль над доходной кривой доходности, они просто собираются в следующий раз, да, сбить рынки с толком. Опять же, в следующий раз, когда это там будет, мы не знаем. Сбить рынки с толку, принудительно занижая, не давая расти, что называется, коротким процентом ставкам, да, и не давая снижаться длинным процентом ставок. То есть, когда, почему у нас кривая доходности показывает вероятную рецессию? Потому что, и вообще, процентные ставки, они зависят не от инфляции, чтобы нам там госпожа Нагиулина не рассказывала. Я про это говорю уже несколько лет, да, но надо же уходить на деньги в заблуждение. Процентная ставка зависит от нормы прибыли в экономике. И когда у нас процентная ставка по долгосрочным облигациям начинает активно снижаться и тем более падает до уровня или ниже процентной ставки по краткосрочным заимствованиям, это говорит о том, что большой бизнес, прежде всего большой бизнес, ну, вообще экономика в целом, она видит падение нормы прибыли в средней и в долгосрочной перспективе. Спрос на деньги в экономике, в реальной, да, он рушится. При этом возрастает спрос на короткие деньги. Почему? Потому что нужно... Фекуляризироваться. Нет, нужно рефинансироваться. То есть, есть огромное количество долгов, которые становятся резко токсичными, да. Это целые разрывы, я понял, да. Конечно, которые становятся резко токсичными. Поэтому, что рассказал, по сути, Федрезерв? Он вам сказал, ребята, мы вот эти все ваши кассовые разрывы зальем ликвидностью, если вдруг они возникнут, и не дадим вырасти вот этой краткосрочной процентной ставки. При этом, да, соответственно, мы обеспечим вам такое количество предложений долгосрочных облигаций, и мы вместе с казначейством, да, то есть с Мюнфином, что вот эту вот инверсию вы не увидите. Нет, то есть они просто-напросто говорят, что, ребята, следующий кризис для вас будет неожиданным. То есть мы вам ни одного сигнала не дадим. Да, вы не увидите его. Мы вас вообще введем в такое замешательство, что, в общем, то есть это следующий этап манипуляции. Ну вот, что происходит сейчас? Говоря об экономике предложения, об этом, на мой взгляд, говорить еще немного рано. Потому что все заявления господина Трампа, как всегда, да, они не имели никакого отношения к реальности. То есть вся вот эта налоговая реформа, все эти деньги, да, и это было условием Трампа, когда он вводил налоговую реформу, да, что эти деньги пойдут на финансовый рынок. Что только те деньги, которые получает от этой налоговой реформы, там, писано, малый бизнес, что называется, у которого нет акций в свободном обращении, да, он их может там использовать на какое-то там развитие, рефинансирование и так далее. Что и было, собственно говоря, проделано. Поэтому реднеки за Трампа и голосовали. При этом не замечая, что их уровень жизни продолжает, собственно говоря, стагнировать. При том, что уровень жизни более богатых людей просто улетал в космос, да, за счет раздувания пузыря на фондовом рынке. И никаких производств в Штатах не было за это время крупных сделанных. Тем более, там, говорили про возвраты с Китая. Понятно, что там каких-то там принципиально новых технологий, в общем, нет в глобальном масштабе и не может быть при отсутствии новых рынков. Соответственно, никакого возврата не было. Более того, мы видим, что торговый дефицит Соединенных Штатов, он что? Он продолжает расти. Вот именно, несмотря на рост экспорта услуг, да, потому что высокие технологии продолжают активно развиваться, и все равно они концентрируются исключительно в Соединенных Штатах Америки. Да, несмотря на то, что там европейцы массово пересаживаются на те же Теслы, да, в противовес своим машинам, двигателям внутреннего сгорания, и это идет целенаправленная политика, все равно, да, то есть там тех же Тесл продается больше, чем Мерседес-поскласса в Европе. Вот, причем уже систематически, да, и этот разрыв увеличивается. Но это же называется реальная американская экономика никоим образом не помогает. Поэтому все вот эти заявления, они исключительно идут в русле того, чтобы, как говорится у нас, да, там, Аркадий Гайдар писал, нам бы день постоянно до ночи продержаться, да, Трампу бы переизбраться, а там вообще трава не растить. Вот, поэтому пока мы видим просто целенаправленное уничтожение самого фундамента глобальной экономики, а не только американской. А вот, а деньги не идут в экономику по очень простой причине, потому что они там не нужны, они там не находят никакого применения. Именно поэтому концентные ставки являются нулевыми, а во многих местах отрицательными, потому что норма прибыли, что называется, отсутствует. Почему она отсутствует? Потому что глобальные денежные власти пытаются продлить агонию вот той системы, да, в которой мы, собственно говоря, живем последние 250, по большому счету, 500 лет. Да, что это за система? Это, ну, первое, это открытие Америки. Да, то есть вот эти 500 лет, это время Америки. Америка. Да, началось с открытия Америки, затем с, собственно говоря, образованием государства Соединенные Штаты. Образованием государства Соединенные Штаты, там, да, ну, тут же временной, ну, понятно, война за независимость, образование, это как раз таки эпох, период английской промышленной революции, с которой и стартовал, собственно, капитализм, да, известный нам современный, который сейчас что? Закончился. Потому что вся эта история базируется на глобализации. И как раз таки по открытию Америки стартовавшую, по сути, с этого эпоха великих географических открытий, ну, можно сказать, что там чуть раньше, там, с открытия, там, Индии, там, Васкадыгама, ну, в общем, и так далее и подобное. Ну, не суть, да, но вот открытие Америки это все-таки такой знаковый, безусловно, для всей статаризации. Америка, конечно, да, да, конечно. Вот. Поэтому, а сейчас все, сейчас идет закрытие вот этой самой Америки, потому что нет больше новых рынков. И кризис 2007-2009 годов и был вот этим самым кризисом отсутствия новых рынков. То есть это кризис вот той самой экспансионистской модели, при которой, да, у нас есть некая там метрополия или некие метрополии, в которых лучшие условия для жизни, лучшие там законодательные условия защиты капитала. Поэтому туда приходят, приезжают люди, получаемые самые современные технологии, идет экспорт капитала и идет аутсорсинг наиболее там дешевых, что называется, ну там производством товаров, услуг и прочее и прочее. Китайцы тоже этого до сих пор не поняли, поэтому сейчас они активно заходят в Иран. То есть они вот этот вот один пояс, один флот, это в рамках, это все, опять же, вот это вот самая экспансионистская модель расширения рынков. То есть люди не видят, что весь мир, он уже давно стал одинаковым. Поэтому вот подобным изменениям денежно-кредитной политики глобально ничего не решить, да они и не пытаются. То есть формально они вот тем, что пытаются поднять кривую доходности, то есть искусственно занизив краткосрочные процентные ставки и дав расти долгосрочным процентным ставкам, что они хотят показать? Они хотят показать, убедить сейчас весь мир финансовый в том, что, ну вот смотрите, ребята, вот этими вот своими мерами мы сделали так, что Америка является опять номером один. Да, мы вот видите, что у нас кривая доходности как стоит. А, космос растет. Значит, что? Значит, самый большой, самый правильный рынок настроился на ускорение экономического роста в Соединенных Штатах Америки. Поэтому заходите, ребята, опять сюда, да, потому как если у них будет сейчас слабый доллар, это усилит инфляцию. Потому что для того, чтобы сделать новое производство, для этого нужно, чтобы деньги и технологии развивались в Штатах, да, для этого нужен, естественно, протекционизм, да, дополнительный, вот, а пока мы этого не видим. Для этого нужно выкинуть Трампа из Белого дома. Ну, его и так выкинут. Мы видим, да, действия китайцев, они где сделали ставку на Байдена, уже просто в лоб откровенно об этом, что называется, по сути, заявили, да, зайдя в Иран. Вот, и подписал с ними соглашение на 25 лет. То есть, ну, они делали ставку на снятие самостоятельства с Ирана, чего, естественно, Крамп никогда не сделал. Вот, поэтому Трампа убираем, да, приходят демократы, демократы будут заниматься реальной экономикой. Там про личности мне, ну, что называется, до лампочки. А раз они будут заниматься реальной экономикой, то Федресерф, по сути, говорит об этом, то есть Павел тоже, по сути, делает ставку на демократов. Ну, потому что Трамп никогда не разрешит делать таких, ну, по крайней мере, будет сопротивляться подобным вещам. И тогда им нужно будет что? Им нужно будет сказать, значит, смотрите, да, вот американские компании, которые что-то делают в Штатах, да, ориентируясь, прежде всего, на американского потребителя. Выдавливая все остальные товары из Соединенных Штатов, мы обеспечиваем вам преференции с точки зрения, ну, не просто, а не только и доступа к американскому рынку и, естественно, финансирования. Ну, это как было со с теми же самыми сланцевыми компаниями, да, когда цены на нефть упали, вот, первое, вот, на цикле, так, 2014-2016-го году большие долги и процентные ставки тогда были более высокие, они ударили по сланцевым компаниям. Что сейчас, за счет чего они, опять же, у них, в том числе, и стоимость снижена, за счет того, что процентные ставки снизились, да, и уже нет таких проблем. И тут они скажут, значит, смотрите, через, да, большие американские банковские конгломераты мы вам обеспечим краткосрочное, но очень дешевое финансирование, и, соответственно, мы вам гарантируем, что мы именно вас не финансируем. если кто-то хочет прийти к нам, занять в долларах денег на, там, короткий срок, да, что вам, шиш, ребята, да, свободный, хотим, нет, мы вам денег дадим, но если своим, грубо говоря, мы ссудим денежку, там, под 0,203, да, это будет, не знаю, там, на полгода, на год, ну, мы вам рефинансируем, а вам приходите на 10 лет, да, не вопрос, но это будет не 0,2, это будет 2, 3, 4 процента в долларах, конечно, и, то есть, мы же знаем, как работает система, то есть, мы либо имеем, там, преимущество по технологиям, да, это преимущество в Штатах, оно частично, потому что, там, есть большие, опять же, издержки, связанные с ростом долга, и вот эти вот все экономические проблемы, которые сейчас вылезли, они весьма, весьма серьезные, то есть, деждевенцев огромное количество, их надо как-то подтолкнуть к работе, чтобы и вот брать, конечно, нужно убрать вот эти все массовые беспорядки, и, понятно, нужно таким образом еще показать, что, да, кривая доходности, она вот, да, все-таки двигается наверх, и, опять же, вот это вот, не, там, make America great again, да, а называется, ну, типа, buy made in America, вот, что нужно выдавать, поэтому, точно так, как у нас, покупая отечественное, вот, там нужно заниматься тем же самым, перед тем, как пришел Трамп в власть, ну, когда он избирался, и когда он анонсировал вот эти вот, на действия против Китая, анонсировал, он так ничего ж не сделал, да, как мы знаем, вообще из всего того, что он обещал, кроме понижения налогов, да, нет, 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 да, ну, тут, собственно, понизил налоги, и то, деньги, как мы уже видим, в экономику не пошли, что мы, я говорю, это было его условие, вот, тогда провели исследование, что, мол, если, допустим, да, Apple будет собираться, там, не в Китае, да, в Штатах, если, опять же, там, там, одежда, там, обувь, ну, и там, товары, такие же, ширпотреб, что называется, будет производиться в Штатах, а не завозиться там откуда-нибудь, и оказалось, что, собственно говоря, все там наименее качественные, наиболее дешевые товары, они действительно Америкой импортируются, но вся верхняя линейка, да, причем, как одежды, там, так и обуви, но вообще всего ширпотреба, она там почти на 100% производится в самих Штатах, то есть все, что нужно было сделать Трампу, действительно, понизив налоги, повысить за счет вот этого, вот до дополнительного люфта, повысить номинальные доходы рядовых американцев, провести массированную кампанию, я тоже 4 года назад об этом говорил, провести массированную кампанию, что, ребята, хватит покупать дешевое китайское, давайте покупать чуть более дорогое, но качественное американское, для этого я сделал вам вот это, вот это и вот это, и это бы прокатило, но этого сделанного ничего не было, поэтому, но это еще теоретически можно сделать, вот, и если мы увидим действительно вот те действия, о которых я сейчас сказал, в совокупности с действиями Федрезерва, потому что они повышают наклон кривой доходности, вот тогда это заработает. И тогда действительно мы, с одной стороны, увидим некий подъем инфляции, но он будет происходить вместе с экономическим ростом. И тогда Америке удастся избежать стокфляции. Потому что если вот этого сделано не будет, тогда мы влетаем в классическую стокфляцию, на пороге которой мы, собственно говоря, и стоим. А для этого нужно реально вводить протекционизм, реально блокировать, что называется, львиную долю товаров из того же Китая прежде всего, и ставить фабрики и заводы, базирующиеся уже на следующем технологическом укладе, который, в общем, теоретически сделать можно. И их, и вот эти расходы, брать не только из собственных средств, но и финансировать вот ту короткую, низкую процентную ставку, да, что я сказал. Насколько у них это получится? Вопрос открыть. Да, исходя из там больших экономических циклов, скорее всего, ничего у них не выйдет. Но можно, но даже если это выйдет, в любом случае, это приведет к давлению ценовому на активы. Ну, по понятным причинам. Да, почему? Потому что это все равно приведет к росту издержек, да, к росту стоимости. Процентные ставки, хотя краткосрочные останутся низкие, более долгосрочные вырастут, развивающиеся рынки окажутся под еще более сильным ударом, ну, и так далее, и тому подобное. А сырьевые рынки тоже какое-то время будут находиться в той же стагнации, которую мы сейчас видим, да, потому что эффективность нового производства будет выше, да, чем сейчас, оно будет потребоваться меньше сырья, чем было нужно до, соответственно, этого. Ну, и перемещаться, опять же, нужно будет дальше меньше. То есть, вот примерно, что я вижу. И если мы действительно увидим, что мир пойдет именно, вот, ну, Америка, прежде всего, пойдет по этому сценарию, вот это будет действительно очень круто. Это будет, на мой взгляд, это единственный вариант, который позволит, да, планете, ну, достаточно быстро и с минимальными издержками перейти к вот этому самому новому технологическому углу. Так вот, учитывая то, что ФРС ставит два главного угла рынок труда, мы теперь можем предположить, да, типа как гипотеза, да, о том, что они пытаются сделать шаг для того, чтобы расширить производство. И снижение доллара, то есть, ну, понятное дело, что оно может быть, как еще одним сигналчиком, что работают против доллара, ставят в углу труд, и таким образом делают акцент на то, что пришло время расширять экономику, расширять производство. Возможно, я на это надеюсь, но, первое, снижение доллара, оно будет не сейчас, оно будет чуть позже, ну, кроме, там, рекордных ставок, спекулятивных против, да, нападения курса доллара за, опять же, то, что доллар должен сейчас сначала будет подрасти и только потом, да, там, изменить свой тренд, говорит, и на рекордные объемы рефинансирования долга на развивающихся рынках, которые продолжают увеличиваться и будут увеличиваться еще аж до конца следующего года. То есть, нужно быть полным дегенератом, что называется, для того, чтобы этих ребят выпустить, ну, по понятным, собственно говоря, причинам. И нужно заложить некую базу, потому как все действия, да, там, вот, этого, этой мрази Трампа, да, они привели к тому, что у нас не просто, что называется, да, как его, упала безработица-то, да, а безработица-то упала среди самых низкоквалифицированных американцев. То есть, у тех, кто, собственно, называется, работает за минимальную зарплату, там безработица падала, там, в 2,5% вообще. То есть, вот это такой очень, ну, важный, что называется, момент, поэтому... И сейчас они ушли на эти пособия, и поэтому безработица резко рванула, потому что именно эти ребята, кто был... Конечно, да. А зачем им работать, если у них и так идет зарплата в виде пособия 4 месяца? И еще больше причем, да. Если мы возьмем, ну, если мы возьмем два побережья, то там чуть меньше, да. Если мы возьмем всю социальную часть Соединенных Штатов, то им пособия даже больше платят, соответственно. Так, Женя, у меня сейчас тут компьютер начинает. Так, все, будем надеяться, что Америка движется по тому пути, который мы определили, и все... Ну, это было бы, да, идеально, потому что тогда, ну, тогда мы избежим больших потрясений на планете. Вот. Тогда, конечно, будет некая перезагрузка. Нельзя сказать, что это прям все пройдет вот так вот идеально и нагладко. Но это вот будет такой, ну, наиболее, так скажем, мягкий путь. И тогда действительно будет кого дальше брать. Да. Если это произойдет, то я так понимаю, что АЕМ рынкам тоже это будет приятно и хорошо, да. То есть они будут реагировать укреплениями роста, правильно? Нет, не совсем. Почему? Они сначала вообще будут не нужны. Они могут исчезнуть. А, в принципе, да. В принципе, да. То есть им нужно будет, первое, рефинансировать большие объемы долга. Россия в этом плане стоит особняком, выглядит очень хорошо. Но Россия попадает под два других удара, да. Это пойдет, ну, как бы стагнация сырьевых цен и выдавливает падение и номинального объема потребления, да, сырья в мире для начала. И самое главное, это потеря вообще рынков сбыта. То есть после крымской истории вот этот танк санкционный будет дальше ехать. Вот эта история сначала с Европой, то, что они уже постепенно отказываются от российских углеводородов, с тем, что Китай, да, запустил строительство шпионских объектов на территории Ирана и договаривается с Ираном. То есть, ну, понятно, что российская нефть, она, по сути, то есть мир от нее может отказаться совсем прямо сейчас. Да, да, это, конечно, беда, да. Ну, как, я не считаю, что это беда. Я, например, считаю, что это очень позитивное развитие событий, потому что... Ну, для роста, да, для расширения экономики. То есть, пока гроб не грядет, потому что перекрестится, а это будет настоящий гроб, что называется. Единственное, что лягушку не в кипяток кидают, а в воду накрывают очень постепенно. И, как показывает практика, большинство наших сограждан в России, они уже практически сварились и стали очень пассивными. Но зато те, кто, что называется, не сварятся, а выйдут и будут смотреть со стороны, да, на тех, кто варится. Вот за ними, собственно, и будущее всегда. Спасибо за диалог. Спасибо, Женя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...